Гранд Шримад Бхагавадгита, глава 12, которая называется «Преданное служение». Текст 13 и 14. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав свои чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Комментарий Его Божественной Милости, Шири Шамадачи, Бхактивдан, Тесвам Круппады. Возвращаясь к описанию чистого преданного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет духовные качества чистого преданного. Такой преданный при любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает вражды. Вместо того, чтобы отвечать враждебностью на враждебность, преданный думает, этот человек враждует со мной в наказание за мои прошлые грехи, поэтому лучше безропотно сносить причиняемые им страдания. В Шримад Бхагаватам 10.14.8 сказано, Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит в них милость Господа. В наказание за прошлые грехи, думает он, я должен был бы страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Верховной Личности Бога мне досталось лишь малое толико страданий. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым, и терпеливо сносит любые страдания. Преданный также неизменно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нирмама. Он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго, и он одинаково спокойно относится к счастью и горю. Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа, неукоснительно следует указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным йогом, и поскольку он обуздал свои чувства, ему присуща непоколебимая решимость. Его никогда не собьют с пути ложные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимость заниматься преданным служением. Он полностью осознал, что Кришна – вечный Господь, и ничто не может поколебать его. Все это помогает ему полностью сосредоточить свой ум и разум на Верховном Господе. Разумеется, редко кому удается достичь столь высокого уровня преданного служения, но каждый может подняться на эту ступень, если будет выполнять правила преданного служения. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог ему, ибо Господь неизменно доволен всем, что тот делает в полном сознании Кришны. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум с решимостью, отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Итак, в шастрах, в частности в Шриман-Бхагаватам, есть стих, который гласит, что лучшей является та религия, при помощи которой человек может развить чистую, беспримесную любовь и преданность Верховной Личности Бога. Таким образом, веды не говорят, что именно индуизм такая лучшая религия, или христианство, или мусульманство, как мы иногда вступаем в противоречие с другими людьми, которые, допустим, практикуют какие-то другие религиозные системы. Но порой человек сам не квалифицирован и не знает, почему Кришна призывает к бхакти-йоге. Он не призывает к индуизму, он призывает к бхакти-йоге. Это разные вещи. Поэтому в шастрах говорится, как только человек начинает распространять какую-то религию или говорить о религии, он вступает в противоречие со всеми другими религиями, поскольку все религии находятся в определенной конфигурации гун материальной природы. Одни религии относятся к категории благости, другие религии относятся к категории страсти, и третьи религии относятся к категории невежества. И говорится, что они очень будут дороги тем, кто находится в этих гунах. Для тех, кто в невежестве, будут дороги практики, религии и философии такого направления. И мы будем думать, что они фанатики. Нет, им это дорого, потому что это соответствует их гуне. Как и пища будет дорогая им. Только эта пища будет удовлетворять их чувства и ум. В первую очередь ум через чувства будет удовлетворена, а не пища в гуне невежества. Как человек покурил, ему кажется, что он лучше себя чувствует. Или он принял наркотики, думает, что он лучше себя чувствует. Или он поел мясо. Пока он не поел мясо, я не чувствую себя сытым. Или что-то еще. Человек в гуне страсти точно так же. Так же и религия. Пока он именно этой практикой не услышит такие слова. «Отче наш, сущий на небесах», или «Ом Аллах, Аллах Акбар», или «Ом Мани Падмехум». Именно он такую философию не перекрестит вас, он не будет удовлетворен. Именно такие движения, действия, ритуалы, церемонии, такая психология, философия будет для него самая совершенная. Внешний вид и так далее. Поэтому даже внешний вид соответствует гуннам материальной природы, в которых находятся религии. И Кришна говорит, все религии созданы мной одним. Мною одним. И до тех пор, пока люди находятся в трех модусах материальной природы, их конфигурации, они, несомненно, наблюдают различия. Они видят это различие. И поэтому каждый хочет навязать свою религиозную систему. Каждый хочет навязать то, что ему дорого. Как говорится, один наркоман делает 25 человек в среднем наркоманами. Это, представляете, еще каждый из этих 25, еще 25 по 25 сделает наркоманов. Каждый из тех еще по 25. И так, стоит одному заняться этой деятельностью, и это начинает распространяться. Каждый пытается навязать свои вкусы. Обратить в свои интересы, обратить в свои религии, обратить в свою внешность и так далее. Вы наверняка это замечали даже по себе. Когда нам говорят, мы не должны беспокоить. Как Парупада говорил, не беспокойте человека, убежденного в христианстве. У него есть Бог, у него есть вера. Столько много людей безбожников, атеистов. Столько людей демонически настроенных. Спасайте их. Зачем вы трогаете этих христиан, мусульман, буддистов? У них все в порядке. Они очень искренне поклоняются. Многие из них очень искренне. Парупада говорит, у меня очень много друзей, которые мусульмане, и они являются чистыми преданными. Они справляют джанмаштами. Многие из них повторяют Харикришна. Многие из них принимают, что Бог – это личность, что у него есть имя, форма, качество. Многие из них даже дополняют свою религиозную практику какими-то важными аспектами ведического знания, считая, что это ведическое знание говорит именно, допустим, о том же, о чем и говорит христианство. И они, когда изучают ведическую систему, их вера в Иисуса Христа, в его миссию еще больше увеличивается. Они начинают более серьезно относиться к заповедям. Не убей, не укради, не прелюбодейничай, не лжесвидетельствуй и так далее. Не суди, судимый будешь. И так далее, и так далее. Но мы говорим, нет, вы не должны бросить эту религию. Приходите в нашу религию. Религию. И Парупада в науке самосознания об этом говорит, что мы культурное движение, мы не религиозное движение. Это люди нас так принимают, как религиозное движение. Мы культурное движение, Парупада описывает. Мы даем культуру взаимоотношений живого существа души с Богом. Почему мы обратились именно к ведическим представлениям? Потому что только в ведических представлениях и только в разделе сатвики описывается духовный мир. Описываются всевозможные положения Господа, его внешний вид, отношения с живых существ, его имена, качества, формы и его деяния. Его атрибуты и его взаимоотношения с его преданными, как в материальном мире, так и в духовном мире. Только в ведах это описывается. И такая информация дается расширенно, развернута только в ведах. Ни в христианстве, ни в мусульманстве, ни в буддизме этого вообще нет. Там лежишь мелкие-мелкие намеки на это. Намеки. Царство Божье. Ну что там в царстве? Я сижу, по праву и вы, по праву и тот. Все, больше ничего. Как выглядят люди в духовном мире, чем они занимаются, нигде вы не найдете этого. Вы найдете только все о небесах. И небеса, или пхукты, это, несомненно, гуна страсти, которая заканчивается на этой пхукте. Пхукта, это означает райские планеты. Райские планеты на небесах. И люди, несомненно, мы не должны осуждать, если кто-то нас крестит в спину, или говорит нам какие-то христианские молитвы, какие-то христианские представления, поскольку даже в христианстве приверженцы также находятся в гоне благости, в гоне страсти, в гоне невежества. Одни вам дадут такие толкования христианства, другие такие толкования, третьи иные толкования. И на курсе культуры неподвластное времени мы говорим культура. Культура. Поэтому, говорится, не культурно одному навязывать другое, свою культуру навязывать другим. Поскольку это также является частью культуры Религии в невежестве, религии в страсти, религии в благости. И трансцендентальные религиозные практики, которые объединяют все остальное. До тех пор, пока человек не узнал источник, он будет думать, что все это различно. Все это различно. Он не сможет правильно воспринимать ни христианство, ни мусульманство, ни атеизм, ни коммунизм, социализм, ничего. Он будет во всем видеть одно противоречие. И это противоречие будет вызывать у него агрессивность. Агрессивность. То есть человек будет думать, что он должен сражаться со всеми. И здесь говорит Кришна, что кто такой преданный, это тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам. Не только тем, кто в человеческой форме находится, но и ко всем другим живым существам. И так человек обучает, кто является живым существом. Существуют движимые и неподвижные живые существа. В частности, деревья неподвижные живые существа. Камни неподвижные живые существа. Горы неподвижные живые существа. Скалы там. Очень много существует неподвижных живых существ. И люди не знают об этом. Они не знают об этом. Они думают, что насекомые и человек это разные живые существа, но живое существо означает джива, джива татва, джива татва в переводе означает живое существо, живо, мы в русском варианте говорим живо, живой, камень мы говорим мертвый, но камень также является джива татвой, мы просто об этом не знаем или забыли об этом. Животные, насекомые, растения, все это являются живыми существами, микробы являются живыми существами и от того, насколько человек расширяет диапазон понимания, что такое живое существо, настолько он может правильно воспринимать что-то. Кришна называет Арджуну лицемером, поскольку Арджуна беспокоится о тех, кто будет убит. И Шилпурпада в комментарии описывает, Арджуна даже забыл о том, что при каждом вдохе и выдохе мы уничтожаем миллионы живых существ и не беспокоимся о них. Почему? Потому что мы их не замечаем. При каждом вдохе и выдохе мы уничтожаем миллионы живых существ, каждый раз. На одной Курукшетре погибло много сотен миллионов человек, но за одни сутки человек своим вдохом и выдохом в сотни миллиардов раз превышает убийство. Но он думает, я благодетель, я хороший. Почему он так думает? От невежества, он не знает об этом. Поэтому Кришна расценил такое сострадание, как проявление невежества. Как проявление невежества. Он говорит, что ты сострадаешь, но ты на самом деле каждым вдохом уничтожаешь миллионы живых существ. Десять раз вы вдохнули и несколько десятков миллионов живых существ погибли из-за вашей деятельности. И говорится, что в Шведрах говорится, что человек несет реакции за убийство, из-за своего дыхания. Что же говорить, когда он двигается, идет, ходит, он уничтожает очень многое. Дышит, справляет надобности и так далее, и так далее. От его деятельности погибают миллионы, сотни миллионов живых существ. Ежедневно, ежесекундно, ежечасно. В течение жизни он становится убийцей просто, профессиональным киллером, который даже не скорбит об этом. Мы кого-то убили и переживают. Человек, о, я был на войне, убил троих. А, о, сон меня не берет, я такой весь, психически ненормальный теперь. Это все личности в гуне невежества и страсти. Очевидное. Это называется прат-якша. То, что воспринимают их чувства, они делятся впечатлениями, воспринимаемыми чувствами. Но чувства несовершенны. Поэтому для них существуют религии. Религии. Не убей, не укради. Но Шри Шипанишат объясняет, что такое убить и что такое не украсть, что такое лжесвидетельствовать. Кришна в Бхагавадгите называет это богохульством. Когда вы говорите, что одна религия лучше другой, вы богохульничаете. Никакая религия не может быть лучшей. И поэтому Бхагаватам говорит, лучшая религия, которая помогла вам лично развить чистую, беспримесную любовь и преданность к верховной личности Бога. Как вы можете полюбить Бога, если вы не знаете о его форме, имени, качествах, деяниях, взаимоотношениях? Как можно желать попасть на Вайкунтхи, Бхагаватам говорится, если вы никогда не слышали и не знаете, что такое Вайкунтхи? Как христиане могут попасть на Вайкунтхи, не зная их природы? Как можно пожелать того, чего даже и ни разу не видел, не знаешь и не можешь понять? Этого невозможно. Таким образом, мы видим, как в Библии Христос даже говорит, как можете понять небесное, когда земного понять не можете. Человек земного не может понять, закон кармы, реинкарнации, почему так надо делать, почему так не надо делать. Как правопады говорят, они едят левой рукой и говорят, что понимают веды. Они постоянно лгут, прелюбодейничают, крадут и говорят, что они понимают христианство. Они устраивают христовые походы на другие религии, они отвергают другие писания, и они говорят, что они понимают Христа. Так же, как мы можем отвергать христианство и не понимать его положение христианства, мусульманства, буддизма, иудаизма и так далее. Говорит, вот, а эти кали поклоняются. Но кто кали такой? И кали говорит, в Бавиште Пуране говорится, кали говорит он, я пришел по велению великого времени. Кали не пришел сам. Кто есть великое время? Махакала, Кришна, Бог, Он пришел по велению Бога. Это только в христианстве, там дьявол такой, он не подчиняется никому, и Бог бедный не знает, как с ним справиться. Но само существование дьявола говорит о замысле самого Бога. Бог создатель всего, и самого дьявола. И Бог позволяет ему так же действовать, только потому, что он видит в этом определенный смысл. Определенный смысл, поэтому, говорится, дьявол или наличие такого аспекта, как дьявол, это глубоко философское понятие, как добро и зло. Никто не оценит, мы с вами говорили, добро, если он не знает, что такое зло. Никто не скажет, что это зло, не знает, что такое добро. Никто не сможет ощутить несчастье, если он не знал, что такое счастье и так далее. Эти противоположности, это законы природы, и тот, кто посягает на эти противоположности, является глупцом, говорится. Глупцом полностью. Посягать там на Рерихов, на Анастасию, на христианство, на Кастаньеду, или на какую-то черную магию, или белую. Это глупо. Почему? Потому что это баланс. Баланс психологии, баланс желаний живых существ. Одно провоцирует другое. Одно провоцирует другое. Мы сегодня утром с вами говорили, что Брама, он знает об этом балансе. Вишварупа знала об этом балансе. Но полубоги не принимают. Они теоретически знают об этом, но это нереализованное знание. Почему? Потому что они привязаны к чувственным наслаждениям. Поэтому они отвергают это. Они отвергают. Привязывается человек тогда, когда он получает наслаждение. Наслаждение вызвано двумя формами. Это симпатия и антипатия. Человек наслаждается антипатией. Мы очень испытываем большой энтузиазм, когда кого-то критикуем или кто-то ошибся. Это означает, мы этим пытаемся наслаждаться, критиковать антипатию. И также мы наслаждаемся симпатией, когда говорим о ком-то сладко. Но симпатия и антипатия возникают в процессе нашего чувственного опыта. То есть сентиментальности. Поэтому мы к каким-то религиям относимся сентиментально. Относимся к одним так, к другим там. Мы говорим, это хорошая религия, это плохая. Это сентиментализм. Поэтому истинно продвинутый человек, будь он христианин, будь он мусульманин, буддист, или даже атеист, который понимает. Атеисты это означает, он знает, что существует что? Полубоги, привидения, духи, все. Существуют три уровня планетарных систем, высшие, средние, низшие. Он знает все, знает закон кармы, реинкарнации. Он просто не верит, что за этим, за всем есть кто? Бог. Это материалист. Он воспринимает все материальным образом. Что, да, вполне допустимо, что есть высшие живые существа, которые выше уровнем, чем люди. Он допускает. Поэтому мы слышим, материалисты говорят о феномене НЛО, о разных гуманоидах, о разных живых существах, которые большими какими-то способностями обладают. И они пытаются это изучать со своей мирской наукой, атеистическими представлениями. Все вычисляется, все, так сказать, поддается определенным законам и так далее. Никакого Бога нету. Все это законы определенные, природы, на них влияет то, на них влияет. И они дают разные концепции. Но даже такие люди могут прийти к выводу, то есть атеистичные, что нет худа без добра. Нет худа без добра. Даже атеисты приходят к этому. Поэтому даже атеисты, они допускают, чтобы существовала религия. Почему же они так не искореняют все религиозные? Они допускают. Пусть будет религия. Даже коммунисты не стали уничтожать всю религию. И сказали, пусть она будет опиемом для народа. Опием для народа, пусть будут эти церкви, мы туда КГБ запустим, пусть будут эти, мы туда этих запустим. Пусть они будут, пусть они существуют. Зачем? Как Ленин говорил, ни в коем случае нельзя глумиться над верой народа. И это стало лозунгом, лозунгом карательных всех служб по отношению к религиозным личностям, что нельзя глумиться. Надо брать во внимание, что эти люди религиозные, но нельзя глумиться, нельзя высмеивать это. Но со временем этот лозунг свернулся, и люди стали высмеивать все религиозные чувства и так далее. Почему? Потому что религия делала людей неуправляемыми. Неуправляемыми какой-то личностью. Потому что люди пытались жить в соответствии с писаниями. Не в соответствии с желаниями какого-то лидера, а в соответствии с желаниями Бога или его представителя. В частности, Христа там, или кого-то Будды, Магомеда. И это не вписывалось в светские законодательства, не вписывалось в светскую мораль. Это не давало правильно развиваться обществу, как они считали. Потому что люди становились как бы независимыми от правителей, а больше становились зависимыми от каких-то божьих представлений, божественных представлений. Люди могли умирать без сожаления. Могли умирать, и они читали в момент смерти. Люди не шли на какие-то определенные безнравственные поступки, которые очень были нравственны с позиции социализма или коммунистической морали. Как эти Павлики Корчагины и всякие Павлики Морозовы, Мараты Козей, во время войны, как они действовали и так далее. Многое было аморальным, безнравственным. И поэтому, если вы помните, я уже вам рассказывал, когда делался анализ, почему Красная Армия победила. Потому что Красная Армия была безнравственная. Красные победили, потому что они были безнравственными, безбожниками. Они нарушили все принципы. И они нарушали то, чего не могли себе позволить другие люди, другого уровня. Поэтому они победили. Говорится, как победить? Как победить? Это переступить все правила. Как вот говорят, бой без правил. Подлостью можно сделать, как угодно. Но другая категория людей была как? Долг чести. Из-за долга карточного люди пули себе в голову пускали. Красные этого не сделают. Шудры этого не будут делать. Пуля из-за долга? Нет. Вам пулю, пожалуйста. Но что я себе пулю пускаю в голову, потому что у меня долг. Вы за последнее время где-нибудь слышали это, чтобы человек из-за долга себе пулю? Мы всегда слышим, что ему пустили пулю в лоб. Что он не отдавал. Утюг ему поставили на пузо и так далее. Люди безнравственные, нечестные стали. Люди стрелялись на дуэлях за оскорбление женщины и так далее. Это совершенно другая культура, другая природа взаимоотношений была. Мы там говорим Пушкин, Лермонтов, Грибоедов или о кого-то вспоминаем. Совершенно другая категория нравственного статуса. Абсолютно. Наши дети не пойдут стреляться ни за кого. Ни за мать, ни за отца. Они сдадут своего отца и мать сдадут вместе с потрохами. Теперь за деньги, за наркотики, за что-то еще. И так, существуют нравственные понятия. И поэтому эти нравственные понятия были отвергнуты атеистическим обществом. Но даже атеисты понимали, что существует некий баланс. Совершая ошибки, они приходили к выводу, что есть баланс. Существует этот баланс. Поэтому они отвергли коммунистическую партию. Они признались, нашли в себе силы, какие-то личности, какие-то силы. Они говорят, нет, все. Мы это отвергаем. Посмотрите, в кого мы превратились. Во что превратилась наша страна. Еще многие годы, многие сотни лет они будут очищаться. Сотни лет они будут очищаться. Потому что вы знаете всегда, оскверниться очень легко. А очиститься от скверны очень сложно. Потерять достоинство быстро, одна секунда, две секунды. Но завоевать положение какое-то достойным человеком быть очень сложно. Очень сложно. Годы, десятилетия жизни приходится накапливать какой-то опыт. Благочестивый опыт, чтобы что-то понять в этой жизни. Принять какую-то философию, какую-то позицию. Огромное-огромное количество рождений и смерти проходит живое существо. Кришна Аржуни объясняет. Пройдя через многие рождения и смерти, мудрецы пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, верховной и божественной личности. И они с решимостью, беззаветно отдают себя преданному служению мне. Пройдя через многие рождения и смерти, они приходят к такому выводу, что если уж кто-то и достоин поклонения и деятельности какой-то, так это Бог. И Кришна называет их мудрецами. Он говорит муним. Муним это значит изучившие опыт прошлого, собственный опыт и опыт прошлого они изучили. И пришли к выводу, что если уж чем-то здесь заниматься, так это служение Богу и больше ничем. Поэтому они не служат ничему другому. Они служат Богу. Поэтому Кришна объясняет, что человек, проанализировав все, даже если он атеист, пытался так или иначе действовать, он рано или поздно все равно придет к выводу, что единственной задачей у человека в этом мире является предаться Богу. Предаться Богу. Итак, в Шастрах есть такой стих, который гласит «Любая деятельность, которая не ведет к очищению, любое очищение, которое не приводит человека к религиозности, любая религиозность, которая не приводит человека к знанию, любое знание, не приводящее человека к отречению, любое отречение, не приводящее человека к преданности, и любая преданность, не приводящая человека к любви, к Богу и ко всему его творению, как духовному и так материальному, является пустой тратой времени. Такой человек мертв. Такой человек мертв, даже если он жив. Поэтому его следующий стих говорит о том, что тот, чьей головой не коснулась пыль с лотосных стоп, Вайшнава или Садху, подобен привидению. Он что-то делает, но все это не имеет никакой ценности. Поэтому мы сейчас все зафиксированы на своей работе, на зарабатывании денег, на счастье детей. Это пустая трата времени. Это означает, что мы не мудрецы. Мы отнюдь не мудрые люди. Отнюдь не мудрые люди. И шастры нас называют мудхи и глупцы. И поэтому Шримад Бхагаватам, говорится, не предназначен для мудх и глупцов. Шримад Бхагаватам – это верх совершенства всего ведического мистицизма. И он предназначен для таких людей. Поэтому в читании Чритамрите описано, что это движение, его примут только разумные люди. Разумные из разумных века Калли примут миссию Харинама Санкиртана Господа Читани Махапрабу. Разумные из разумнейших. Это происходит из разумности. Это не происходит из-за невежества или из-за чего-то. Из разумности только это можно принять. Можно понять это и постигнуть. Это означает, что человек очень искушен был в прошлом. Он уже очень много рождался, умирал. У него есть опыт. Скопленное благочестие, грехи и так далее. Все это суммируется. Человек даже способен откликнуться только на это. Поэтому говорится, что разумные из разумных. Разумных людей очень много. Но эти будут самыми разумными. Поэтому они примут это. Потому что здесь нет иной деятельности, которая не считается пустой тратой времени. И мы учим своих детей. Что ты там в этих храмах пропадаешь, время зря теряешь? Занялся бы работой. Детьми. Чем-то еще. Вот почему говорится, что тот, кто встал на путь служения Богу, то есть понял, что нет ничего более важнее, никому ничего не должен. Ни родителям, ни государству, ни обществу, ни человечеству в целом. Никому ничего не должен он. Если человек в таком настроении находится. Если человек понял это. Вот почему он говорит. Беззаветно, с решимостью и безраздельно. Они отдают себя преданному служению мне. Они пришли к выводу, пройдя через многие рождения и смерти. Что никого нет стоящего, кому бы надо было служить, кроме меня, он говорит. Вот почему он говорит. Такие личности, преданные мои предные, никому ничего не должны. Однако мы не все с вами. И здесь пропада говорит. Однако такую личность найти очень сложно. И здесь описывается положение чистого преданного. Пропада пишет в комментариях. Чистого преданного. Поэтому мы не требуем. От меня никто не может этого потребовать. Вот мы от Лакшмин Райана не такое, как в этом стихе описывается. И мы не такие. Мы не такие. Поэтому пропада говорит здесь в комментарии. Очень редкость большая, когда человек достигает такой высочайшей стадии совершенства. Но! Каждый может ее достигнуть, если он предастся такой личности. Каждый может достигнуть того же результата, если предастся такой личности. По милости этой личности человек может точно так же получить милость Кришны. Милость Бога. По милости такой личности. В христианстве вы не увидите ни одного другого Иисуса Христа. Точно так же, как в Искон, мы никогда не увидим такого же, как Шрила Парупада. Никогда. Потому что по их милости. Даже если мы никогда не станем Христами, но мы можем по милости. То есть, пытаясь служить Христу, Его наставлениям, Его заповедям, так как Он понять это все. Мы можем так же получить милость. Мы можем получить милость точно так же Кришны, служа такому совершенному, преданному. Вот о чем говорится в этих шастрах. Потому что мы очень эгоистичны. И Парупада дает этот комментарий, что для простых людей такой уровень сознания Кришны трудно достижим. Что это означает? Что мы здесь вот все сидим, прошли уже многие рождения и смерти. Но мы не мудрецы. Мы не мудрецы. В чем же разница между теми людьми, которые предались Кришне безраздельно, пройдя точно такой же цикл, как мы. А мы не предались. Как вы думаете, почему? В чем различие между нами? Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, почему этот человек более предан, чем я? Почему этот человек еще менее предан, чем я? Почему? Привязались. А почему мы привязались-то? Они что, не привязались? Мы же все служили. Мы и так пытались, и так делаться, и так, и так пытались. Почему же мы не сделали такого вывода? Мы не пришли к такому выводу, что безраздельно. Мы отдаем себя Богу в разных религиях. Вот почему религии говорится. Что один человек распространяет религию, а другой человек преданность. Поэтому между преданным и просто религиозным каким-то деятелем, реформатором, или как там говорят, проповедником, большая и огромная разница. Кто что проповедует. Один проповедует прелести религии, новой религии или нового течения. Искон там, или индуизма этого. Другой человек проповедует преданность. Преданность Богу. Это разные абсолютно вещи. Абсолютно разные вещи. И понять их в состоянии только мудрый человек. Кто способен это разделять. То есть, кто может понять. Вот это религия, а вот это говорится о преданности Богу. Поэтому я христианин, я принимаю это. Я мусульманин, я принимаю это. Я буддист, принимаю это. Я коммунист, я принимаю это. Потому что это не религия. Это наука, как предаться Богу. Это наука, как полюбить Бога. Как предаться Богу. Бескорыстно. Чисто. Эта наука объясняет положение Бога. Так научно, что никто не может опровергнуть этого. Никто не может опровергнуть этого. Такими четкими доводами. Такими четкими описаниями. И так далее. Как провели анализ. Кто в большей степени принимает ведическую концепцию. Ведическую философию. Ведическую практику. Люди образованные. Люди с высшим образованием и выше. Среди них. Наиболее серьезно к этой науке. Относятся люди, которые точными науками занимались. Удивительно. Мы всегда считали, что философия, гуманитариев. Это практика, религия. Это гуманитарии. Нет. Математики, физики, химики, биологи. И так далее. То есть люди, обучавшиеся точным дисциплинам. Имеющие такое представление. Что все надо вычислять. Все можно рассчитать. Видеть логические цепи. Они более серьезно к этому относятся. Люди гуманитарии. Менее серьезно. Парупада. Большая часть учеников Парупада. Которая раньше всех упала. Или отошла. В большинстве случаев. Это были художники, музыканты, поэты и все. Люди возвышенных сентиментов в гуне страсти. Групада их называл. Возвышенные сентименты. Проявляющие возвышенные сентименты в гуне страсти. Что это означает? Пытающиеся таким образом удовлетворять свое вожделение. Своё вожделение. Петь песни, плясать, рисовать, поэмы разные создавать и так далее. Удовлетворяющие свое собственное вожделение. И они думали, что это очень духовно. Что они духовные личности. Но это называется возвышенные сентименты. Это даже неразумность. То есть даже в материальном отношении это не такая примитивная деятельность. Очень примитивная деятельность. Почему? Потому что то, что они делают, пустая трата времени. Почему? Это не приводит их к чему? К очищению. Говорится, любая деятельность должна привести человека к очищению. Очищение должно... Как мы узнаем, что человек очистился через эту деятельность? Он становится религиозным. Как узнаем, что это религиозность? Четыре столпа религии есть. То, из чего состоит. Как философия. Как мы узнаем, что человек философ? Этика. Пока же, что человек философ. Этика. Какова этика человека? Такова его философия. Гносеология, логика, метафизика приводят к этике. Точно так же религия. Что такое религия? Милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Любая деятельность, которая приводит к тому, что в человеке проявляются эти четыре качества, говорит о том, что эта деятельность не пустая трата времени. Все, человек стал религиозным. Как стать милосердным? Говорится, тот, кто не причиняет беспокойства, то есть, ни одному живому существу, и равно еще относится. И поэтому Прупада говорит, в ведах говорится о том, что человек должен принять ахимсу. Никто не способен умиротворить свой ум, если он сознательно причиняет беспокойство другим живым существам. Что значит сознательно? Мы не можем не дышать. Ну, как вы думаете, вы можете не убивать тараканов, мух, клопов, крыс, мышей? Можете не убивать их? Вот кто-то говорит, нет, не могу. Поэтому никогда он не достигнет этого совершенства. Потому что для того, чтобы медитировать, человек должен умиротвориться. Никто не может умиротвориться, если он причиняет беспокойство другим живым существам, считая их низшими ветвями развития. Потому что с духовной точки зрения, никто не имеет права судить других. И когда мы их убиваем, других живых существ, мы их что делаем? Судим и еще приводим приговор в исполнение. Поэтому Кришна говорит, только исходя из шастр, человек должен понять, что является его долгом и что таковым не является. В шастрах говорится, кого человек может убивать, и это благо приносит. Скорпионов и змей. Скорпионов и змей. Поскольку эти живые существа не эволюционируют. Это состояние проклятия, это формы проклятых. Скорпионы и змеи, они перерождаются сами в себя, они не эволюционируют. Человек может потерять человеческое тело, стать, допустим, на адской планете. Жители матской планеты, потом в животное, животное также эволюционируют все равно. Но эти живые существа, гады, они не эволюционируют. Поэтому, говорится, скорпионов и змей. И перечисляются. Какие разновидности еще к тому же. Точно так же, как в шастрах говорится, когда человек не может отказаться от мяса. Какое мясо он может есть, если он вообще не в состоянии без мяса жить. Почему человек не в состоянии без мяса жить? Не потому, что холодно, как говорят, или что-то. Ум его в гуне страсти и невежества. Его ум не может успокоиться, если он не получает такой вид энергии, который в мясе находится. Который находится в мясе. Все продукты питания – это энергоносители. Это энергоресурсы. Это энергоносители. Любой человек, обычный человек с 10 классами образования может это понять. Что пища нужна для того, чтобы что? Жить, конечно. Это энергоноситель. Если кто-то не будет есть, он просто погибнет. Насмерть можно изголодаться и умереть просто. Почему? Потому, что человек не может питаться чем? Воздухом. Но йоги могут питаться воздухом. Человек не может. И таким образом способность принимать энергию из определенных продуктов – это соотношение гун материальной природы. Человек в гуне благости способен брать энергоносители из пищи в гуне благости. Человек в гуне страсти, он не сможет взять энергоносители из пищи в гуне благости. Поэтому он нервничает и говорит, что меня все травой кормите, что я козел что ли? Что вы все время меня травой кормите? Человек не может получать это. Почему? Потому, что он в гуне страсти, он в низших гунах. Поэтому он может, его язык, его попурыжки, его потоки воздуха могут извлекать определенный вид энергии только из продуктов в гуне страсти. Поэтому для него эта пища дорога, он чувствует себя лучше, более вдохновленным таким. В гуне страсти, вдохновленным в гуне страсти и лучше в гуне страсти. И говорится, пища в гуне страсти дает болезни. Как бы она вкусна не была, как бы она… Поэтому она говорит, что это нектар, который превращается в яд. Это пища в гуне страсти. А в гуне невежество – это продукты убиения, то есть это гнилые продукты. Любое мертвое животное, как бы вы его не заморозили или как бы вы его не разделали, это мертвое. Все мертвое является категорией какой? Страсти или невежество? Невежество. Мертвичина – это невежество. Поэтому люди не понимают, они едят мясо, даже не понимая, в какой гуне они находятся. Потому, что в страсти совершенно другие пищи. Страсти, Кришна описывает, это острая, соленая чересчур, кислая, горячая очень или очень холодная. Вот что такое гуна страсти. То есть человек может быть вегетарианцем абсолютно, но ему нравится острая, соленая, горячая чересчур или чересчур холодная. А в гуне невежество что? Да даже пища, приготовленная за три часа до употребления, считается в гуне невежество. Что же говорит мертвичина? Убил гуся там, убил того, убил сего. Но человек по соответствии с тем, с какой гуной он находится. А гуна – это означает, что благочестивая и греховная деятельность человека. Формирует его определенный психотип. Психотип – это означает, что ложное эго трансформируется в материальный ум. Ум выражает себя через язык двух факторов. Попурыжки – это вкусы. В той гуне, в которой находится ум. А ум – трансформация ложного эго. Итак, ложное эго также в гунах. Поскольку это материя. Ложное эго в гуне благости. Ложное эго в гуне страсти. Ложное эго в гуне невежества. Итак, человеческий ум в гуне невежества. Язык будет под... Ум успокоится только тогда, когда поест то, что относится к гуне невежества. Человек будет чувствовать себя счастливым и удовлетворенным. Любой, кто попытается у него отобрать эту пищу, или заставить его искусственно есть какую-то другую пищу, тут же вызовет в нем антипатию. Поэтому они говорят, что там эти кришнаиты, они там траву жрут, и нам все весь мир хотят травой закормить, сволочи. Это так и есть. Значит, мы не понимаем. Значит, мы не понимаем, что не изменив сознание человека, толкать ему пищу другой гуны, это только его беспокоить. Вот почему говорится, беспокойство. Беспокойство. Потому что это очень дорого для человека. Очень дорого. Человек будет есть именно это. Пока не изменится что? Ложное эго. Оно трансформируется в ум. Ум трансформирует сразу язык. Язык, желудок и гениталии. Между языком и гениталиями стоит этот путь. Через желудок это должно пройти. Но когда? Только тогда, когда человек не будет руководствоваться ложным эго. Вот почему люди, они ищут прибежище. Тогда они могут кушать. Люди говорят, вот я не могу бросить пить, не могу бросить курить. Почему? Им кажется, что если они покурят, им лучше. Откуда это состояние? Это факт, им лучше. Почему? Гуна невежества. Чтобы поддерживать это невежество, человек должен курить. Поддерживать. Человек привыкает, он привязывается к этой концепции. Как мы, привязаны к своим недостаткам. Говорит, ну вот такое, я не могу не орать. Вы можете не орать? Просто мы привязались. Вот я такое могу, не могу так не делать. Это привязанность. Когда мы говорим не могу, это привязанность. Не хочу. Не хочу с этим расставаться. Потому что я уже теперь себя с этим отождествляю. Таким образом, это желание. За желание еще никто ничего не несет ответственности. В Кали-Югу это не считается грехом. Желать выпить, желать покурить, желать совокупиться, желать обороняться. Но как человек начинает это делать? Это означает, что в этот момент его ум, если он чувствует в этом удовлетворение, он чувствует, что это ему очень хорошо от этого становится. Что это правильно. Что это хорошо. Это означает в этом состоянии его ум осквернен. Его ум находится в гуне невежества или в гуне страсти. Точно так же религии. Не надо обращать людей, потому что тогда это насилие. Потому что им дорого это. Им дорога такая религия. Поэтому в Рупаде говорит, оставьте христиан в покое, оставьте мусульман в покое. Столько атеистов, столько безбожников, которые вообще не верят в Бога. У этих людей хоть есть какой-то Бог, какие-то представления. Это им дорого. Им уже дорог Бог. Вот в таком аспекте, с такими мотивами. Но они обращаются к Богу. Оставьте в покое этих шаманов или кого-то. У них есть. Они пусть нам своим духом поклоняются. У них есть религия. Есть какие-то авторитеты. Вы посмотрите, сколько людей без авторитетов. Или людей, которые находятся под руководством демонов просто. И руководствуются демоническими принципами. Итак, Рупаде говорит о культуре. О культуре, то есть подавать ненавязчиво. Объяснять человеку. Объяснять через его разум. Обращаться к его разуму. Говорится, тот, кто на какой стадии находится, он к тому и обращается. Чистый предный обращается непосредственно к джимовому существу. К душе. Поэтому человек не может понять, что с ним происходит. Вроде бы он все против этого, но его тянет. После общения с этой личностью его тянет в эти области. Это означает, что человек затронул само сознание. Если человек на платформе разума, он способен затронуть разум человека. Человек, не желая, будет понимать, что надо так делать. И будет делать. По крайней мере, он даст этому человеку что? Понимание. Это функция разума. Все остальное, это функция чувств. А чувства временны. Удовлетворил чувства? Здорово. Но быстро все через чувства проходит, что? Стадию голода, чувства все, насыщение, присыщение и отвращение. Поэтому можно возбудить это все. Но это точно так же и бросится. Поэтому, говорится, два вида проповедей считаются самыми ценными. Это проповедь будхи-йогов, разумных личностей, и бхакти-йогов. Личности, которые пребывают в сознании Кришны. Как будхи-йог может проповедовать? На основе бхакти-йоги. То есть, человек сам может не испытывать любовь к Богу, но очень хорошо проявлять преданность с уровня разума. Поэтому, говорится, что самые разумные из разумных века Калли примут Харинама, Санкиртану, Шричитане, Махапрабу. Потому что разум ближе всех к сознанию. Поэтому, говорится, что бхакти-йога предназначена для разумных людей. Для разумных людей. Поэтому Кришна говорит Арджуне, если ты не можешь постоянно удерживать свой ум на мне, посвяти свою жизнь следованию регулирующих принципов бхакти-йоги. И ты разовьешь желание достигнуть меня. То есть, эти люди понимают разумом, что нужно достигнуть Кришны. Но чувства нет. Вот почему эти люди встают рано, сами. Это не значит, что им прямо не экстаз такой испытывают. Повторять джапу или плясать на Киртане. Нет. Тот, кто в экстаз впадает на Киртане, это означает, что человек начинает на чувственный уровень съезжать. Человек танцует из разумности, не из-за экстаза. Он говорит, Кришне это нравится, я буду танцевать. Он не думает, я буду танцевать красиво или некрасиво. Это нравится Кришне. Что нравится Богу, то я и буду делать. Бог не хочет, чтобы я крал, я не буду красть. Мне хочется украсть, но я не буду красть. Потому что, как я смогу удовлетворить Бога? Бог говорит, не укради. Зачем я буду лгать? Бог не любит, что я? Тогда человек проявляет эту преданность. Говорится, терпение, смирение, выражение почтения. Или состояние, что он ниже других. Это нравится Кришне. И Кришна объясняет, кто ему дорог. Таким образом, он развитие этих качеств может воспринимать, как преданное служение. Что человек через слушание, воспевание, пометование, поклонение Божеству, поклонение стопам и так далее, развивает определенные качества. И эти качества являются результатом его преданности. Эти качества являются результатом его преданности. Он хочет удовлетворить Кришну. Это называется преданное служение. Желание удовлетворить. И оно называется анукулья, сева. Это не потому, что я такой, мне не хочется разораться, ударить кого-то или что-то. Я просто прекратил руководствоваться своими желаниями. Я руководствуюсь желаниями Гуру и Кришны. Все. Это называется преданное служение. И для того, чтобы стать преданным, говорится, чувства не годятся. Чтобы предаться Богу и совершать Ему преданное служение, только человек с платформы разума называется преданным. Потому что совершать преданное служение невозможно с сентиментального уровня. Совершать преданное служение можно только с уровня разума. Потому что с уровня чувств называется неосознанное преданное служение. Агята сукриты. Неосознанное. А с уровня разума это называется преданное служение какое? Осознанное. И Кришна говорит своему отцу Нанда Махараджа. Он говорит, зачем ты поклоняешься Индре? Он говорит, ну так надо. Он не осознает. И тогда Кришна говорит, осознанная деятельность приносит куда совершенно другую реализацию, чем неосознанная деятельность. Итак, деятельность, которая приводит к очищению. Очищение должно привести к религиозности. Религиозность должно привести к знанию. Знание, результатом того, что человек знает, является что? Отречение. Итак, есть отречение в знании, его называют вайраги. И отречение в сентименте, называется пхолгой вайраги. Ложное отречение, обманщик человек. Он обманывает и себя, и окружающих. Ложно отрекся. Поэтому сентиментальное отречение, правопада говорит, Многие мои ученики принимают саньяс из сентиментальности. При жизни правопада сказал, многие, большая часть учеников, он говорит, моих, лезут из сентиментальности в саньяс. И он говорит, это говорит о том, что в будущем они будут падать. И мы это наблюдаем. Прупада это описывает в Бхагаватан, в своих комментариях. Что многие мои ученики, многие, не немножко, а многие, это значит больше половины, когда говорят многие. Многие из моих учеников принимают саньяс из сентиментальности. То есть, это называется как пхолгой вайраги. Ложное отречение, не основанное на знаниях, основанное на чувствах. И поэтому, он говорит, в будущем они будут падать. Потому что их саньяс был сентиментальным. Прупада предупредил. Поэтому те, кто изучил книги Прупады, это не удивляет. Но те, кто не изучил, только лекции слушает и брошюрки читает. И Библию все время. Они будут все думать, что такое в этом движении, все время падает кто-то. Что такое, у них нет ни одного нормального гуру. Все падают и падают. Нет, падают только сентименталисты. Прупада говорит о том, что те, кто из сентиментальности что-то сделал, даже принял саньяс. Из сентиментальности. Хотелось быть главным, хотелось как-то вот так, хотелось как-то вот так. Хочется, перетерпится, переколется, перетопчется. Сентимент. Поэтому, говорится, саньяс должен быть результатом знания. А знанием являются качества. Не академическая многоученность. Здесь у нас тоже есть академическая ученость. Можно изучить шастры, вызубрить, знать все схемы. Все такое, очень логично говорить. Но качество, качество, это этический нравственный статус. Что нравственно и что безнравственно. И человек может даже этого не замечать. Потому что такой этический нравственный статус ему дорог. Поэтому у одних этика и нравственность невежестве. И она очень дорога им. Он говорит, уйди убей их и все. Дай ему по башке там. Он ничего себе, он тебе так сделал. Ты так ему сделай. Пока так не сделаешь, не будешь спокоен. И человек чувствует, пока не отомстит, нет счастья. Почему? Гуны. Поэтому он не может простить. Это не его положение. Поэтому говорится. Брамана встречает трудности тихой молитвой. Кшатрия с оружием в руках. Вайша с деньгами в кармане встречает трудности. Ашудра. Что нужно? Новый хозяин. Что нужно? Новый хозяин. Идет восслужение этой трудности. Этим проблемам. Он начинает служить этим проблемам. Лишь бы его не трогали. Лишь бы его не трогали. Нет высшей цели. Шудра, поэтому говорится, низший. Не низший, не по телу. Нет высшей цели. Низшее нравственное положение. Очень низкий этический нравственный статус. Очень низкий. Вот почему говорится, как Шудра. Вот поэтому женщины, они всегда рекомендуют безнравственные вещи своим детям. Отец всегда следит за нравственной. В основном это задача отца. Следить за нравственностью. А мать следит за телом. Вот почему говорится, что женщины, как Шудры. Даже ниже Шудр. Потому что они готовы на любую безнравственность, либо сохранить тело ребенка. Ай да ладно, да. Вот тут так. Айнина, зачем тебе лезть туда? Ты же честно. Вот дурак. Вы потом руку отрежут, голову отрежут, голову пробьют, глаза выколят. Куда лезешь? Ты что? А мама потом будет так скучать. Так скучать. Девять дней скучать. Сорок дней скучать будет без тебя. В основном женщины очень сентиментальные. Поэтому они всегда привязаны к телу. И учат своих детей безнравственным поступкам. Особенно мужчин. Поэтому говорится, когда мужчина вырос без отца, не нужно надеяться, что он будет очень нравственным. Потому что его смелость, храбрость, его разумность будет в гоне страсти и невежества. В основном это так происходит. Ведь кто видел фильм «Мать», Нонна Мордюкова там играла, как она своего сына предателя в подполье хранила. Помните, да? Помните? Или «Трясина» или как там называлось. Ну, «Мать» она играла там. Все это. Сын у нее предатель был, и вот она все не знала. Как «Да ладно», там, туда-сюда. Мать всегда будет говорить такие вещи. «Ой, брось, она твоя жена, дура будет». Кто всегда? Всегда теща. Свекровь и теща. Самые главные герои всех анекдотов и персонажей. Да? Почему? Почему? Это же не просто так. Потому что они будут защищать эти телесные основы. Одна будет тело своего сына защищать, это свекровь. А теща, которая защищает всем безнравственные представления, это что означает безнравственные? Телесные представления. Безнравственные – значит телесные. Она будет всегда отстаивать телесные представления. Какого тела? Грубого и тонкого? Все. Почему про тестья и про свекра мало анекдотов? Вы слышали, что? Язык свекра там был или там еще что-то. Вот свекр приходит или там тесть пришел. Нигде даже в народе, да это никого особо не… Все даже засмеялись. Почему? Потому что это смешно. Что свекр там? Ну, ты ставь пузырь, все нормально. Да нормально, все там разберутся. А он все равно, а это что? Ой, фу, эти бабские разговоры, эти склоки. Кто там власть дал там? Что там, за что они там подрались? О, теперь суд. О, это кто? Тетеньки там участвуют в этом. И дяденьки, которые воспитаны тетеньками. Мужчина не полезет туда. Не полезет. Если его воспитывал какой-то мужчина, которого воспитывали мужчины, конечно, а не волки. Или там не курицы какие-то. Он скажет, да ладно, оставь им эти деньги, пусть они подавятся. Мужчина так скажет, да оставь ты это. Что ты с бабами будешь за этот шкаф, что ли, там драться, что ли? Ты что, за эту стиральную машину, что ли, там сражаться собрался? Или за эти долги, что ли? Да пусть они подавятся, он скажет. Отец так в лучшем случае скажет. Да ладно, пусть они. Дай бог им здоровья. Отойди от них. Потому что важно отойти от них. А не что-то у них вырвать. Потому что иначе ты такой же, как они. Так говорит отец. Иначе ты такой же, как они. В чем тогда разница между вами? Что там, на чью сторону вставать? Вы оба деретесь за один кусок. Какая разница между вами? Уступи. Отдай. Это недостойно. Это низко. Из-за этого сражаться. За плащ сражаться. Это низко. Итак, Кришна объясняет Арджуне, что является возвышенным положением. Почему? Потому что Арджуна тоже каунтея. Сын Кунти. И поэтому Арджуна начинает эту женскую религиозность проповедовать. О ком он беспокоится? Он говорит, дети падут. Женщины падут. Мужчины убьют. Женщины станут беззащитными. Женщины нарожают всяких жуликов. А жулики все разворуют. Какое же счастье? И он говорит, ты что, елки? Сын Кунти. И он начинает ему говорить совершенно о других вещах. О чем ты беспокоишься? Об этом материальном. Что ты как женщина. Эта женщина заботится. А они хранительница очага. Пищеварение там и там чего там. Пусть они этот очаг держат. Ты должен держать другое. Поэтому он говорит, ты должен быть готов достойно умереть. Ты должен показать пример, как нужно погибать. И как нужно выжить. Пример показать, как всех перехитрить и выжить. Поэтому, когда мать отправляет на войну, она говорит, лишь бы живой пришел. Ты вот там так. Если туда, вперед не беги. Нафиг. Пусть другие вперед бегают. Туда они стреляют. Туда они стреляют. Сиди в окопе. Куда тебя понесло? Что, блин? Тоже мне герой, блин. Александр Матросов, елки. Мать будет так говорить. А как будет говорить отец? Ты что за другими спинами прячешься там? Свинья какая. Ты иди достойно лучше умри. Иди умри достойно. Что ты тут, блин, в тюрьму хочешь сесть, что ли? Сволочью стать какой-то. Иди лучше умри. Если так хочешь рисковать, иди рискуй за родину. Что ты тут, за что ты тут рискуешь? Пьяная драка, что ли, тебя интересует? Или что там ты? Украл у тетеньки кошелек? За что ты здесь рискуешь? Что-то на тебя криво посмотрел? Иди рискуй. Если такой рисковый, иди на войну. И рискуй там. Умри хотя бы, блин, достойно. Что тебя не пришибли где-то в тюрьме какой-то. Какие-то подонки. У тебя враг пришибет тебя, достойный враг тебя застрелит. По всем правилам войны, там, со снайперской винтовкой. Что вы смеетесь? Вот так многие, они предаются. Как Прупада говорит. Я был очень удивлен, что, он говорит, Америка, Англия, эти страны, это деградированные кшатрии. Но он говорит, но когда я приехал в эту страну и посмотрел, я увидел, что кшатриев почти нет. Они шудры. И он говорит, я видел, как американцы, молодые американцы, мужчины, молодые американцы, не хотят идти в армию. Это говорит о том, что они не кшатрии, они шудры. Они боятся армейских лишений. Они боятся армейской обстановки, потому что они шудры. И они скрываются под сенью разных религиозных сект, организаций, религиозных течений, благотворительных организаций. Прячутся в институтах и так далее. Потому что они трусы. Потому что они воспитаны ненастоящими мужчинами. Они не могут отдавать свой долг. Когда они скрываются от армии, то они точно так же, они и не шудры. Они ниже шудры. Потому что они не приносят обществу никакой пользы. Они не работают нигде. Они становятся хиппи, про упада говорил. Они болтаются просто, прожигают свою жизнь или прожигают средства родителей, и того нищих родителей. Они ниже шудры. И он говорит, они млечихи, это и есть млечихи. Они боятся. Почему они не идут в армию? Не потому, что это разумно или неразумно. Это разумность кого? Им дорога такая философия. Дорога такая психология. Поэтому они говорят, если я не пойду туда работать, меня в армию заберут. И что там в армии? Что ты там боишься? Чего ты боишься? То, что нам суждено, мы испытаем это. Запомните. То, что суждено, через что нам пройти, мы испытаем это. Не в такой форме, так в другой форме. Если вам суждено пойти на пули, вы пойдете не на войне, а здесь пойдете на пули. Это карма. Если вас там не зарежут, вас здесь зарежут. Там на штыки не поднимут, здесь. Разница лишь, где быть поднятым на стыд. Так выбирает человек. Какая смерть более достойна? Поэтому человек, когда узнает, что все равно ему не жить. Все равно помереть. Так он ищет, где можно умереть как? Достойно. Преследуя самую высокую цель. И когда он не знает о Боге, он знает о Родине. Когда не знает о Родине, он знает о нации. И так далее. И поэтому, говорится, пока человека продвигают, ему даже давать высшие идеалы. Чтобы он не отпустился до идеала в кастрюль и поварешек. И пошел за кастрюлей, как за какую-то буденовку, которую там где-то нашли. Картинка в букваре. Вы представляете? Вы за картинку в букваре разодрались. Какие-то высшие принципы. И поэтому, говорится, у человека должна Родина ассоциироваться с высшими принципами. С высшими принципами. Тогда человек становится достойным. Достойным. И Арджуна получает наставление от Кришны. Он говорит, ты не должен так меркантильно рассматривать эту битву. Это не просто какое-то выяснение отношений. Это не просто выяснение отношений. И это не просто религиозные принципы. Это не просто религиозные принципы. Это высшие принципы. Это абсолютное действие. Это жертвоприношение. Жертвоприношение. Поэтому Кришна говорит, меч знания отречения. Знание о жертвоприношении. Называется яг-яг-ян. Человек очень хорошо. И сейчас, говорится, самой высшей деятельностью является жертвоприношение. Харинама, Санкиртана, Ягя. Знание. Это и есть меч знания отречения. Он говорит, возьми в руки меч знания отречения. И разруби узлы привязанности. Каким-то другим представлением. Знание о Яге. Жертвоприношение. Это оружие человека. Он должен знать, где и ради чего жертвовать. Деньги, жизнь, время, дыхание, зрение и все остальное. Вот почему Кришна сказал. Пройдя через многие рождения и смерти, они пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности. Поэтому они с решимостью, безраздельно отдают себя предному служению мне. И как же они пришли к тому, что Кришна – Верховная Личность Бога? Развив это знание. То есть вся их деятельность привела к очищению. Очищение привело к религиозности. Религиозность привела к знанию. Знание привело к отречению. Отречение привело к преданности. Предность привела... Предное служение к чему приводит? Любви. Бхакти. Бхакти-уттама. Любви к Богу. И ко всему его творению. И он говорит, Кришна, что те, кто божеской любовью действуют, те на самом деле являются самыми высшими благодетелями всех живых существ. Потому что они делают все в настроении любви к Богу. Кого-то спасают, кого-то наказывают. Они делают это в любви. Поэтому, говорится, они самые величайшие благодетели. И поэтому, Кришна говорит, они мне очень дороги. Потому что они являются олицетворением моей любви. Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы. Вот почему говорится, что когда женщины слушают, все общество разваливается. Именно поэтому Арджуна забеспокоился. Он знал это. И он сказал, эти мужчины, они будут уничтожены. И тогда кто будет мужчин воспитывать? Женщины. А женщины воспитают нас. Таких воспитают, что потом все будет развалено. Все будет разрушено. Потому что женщины всегда будут воспитывать своих детей в телесной концепции жизни. Мораль, женская мораль и мужская мораль совершенно разные. Противоположные должны быть. Хотя есть также исключения из правил. Та же кунтии, великие личности. Поэтому, если даже женщины приводят кого-то, своих детей сюда, то ради мирских желаний. Они опять же хотят сохранить какие-то материальные представления через эти религиозные системы. Повторяйте, жапу, выздоровеешь или что-то еще. Счастье будет, мужа хорошего найдешь. Столько много служил Кришне, как же тебе, мужа не пошлют, что ли? Или там жену не пошлют. Как один преданный, я же рассказывал вам уже. Он получил инициацию и поехал к матери. Там брат и мать. Тетка, вернее, брат родной. А они знали, что он служит Кришне. И у них, он говорит, я получил посвящение, пишет им письмо. Вот я приеду, вам все расскажу. И для них это было, он пять лет служил до инициации. И они видели, как служит человек, что он от всего отказался. То есть он как бы служит, значит, что-то заслужить должен. Ну да. У людей это совершенно другое представление. Вот он как хорошо служил Кришне, да, человек, стал директором. Вот у него там машина теперь, джип. Вот понятно, служит. Это понятно, что так служить все хотят. И вот он приехал домой. И тетка, она как бы вырастила как мать. И брат, они сели, там стол накрыли. Он сел, там все, давай, трах тебе дух, предлагать все это. И тетка ему говорит, ну, сынок, давай, ты, ну, давай, давай, расскажи, кем теперь тебя сделали, кто ты теперь у нас, тебя посвятили, там все, ну, какую должность ты, какой. Тетя, кто теперь, он говорит, я вот Курма-аватар. Даст. Он говорит, я Курма-аватар даст. И она говорит, это что такое, это что, ну, к чему соответствует-то, какое звание это, что. Это что такое Курма? Он говорит, ну, Курма, это черепаха. Да, он говорит, это Курма, это черепаха, которая не зашла, так сказать, вот форма такая, божественная. И тетка, и брат, они такие, раз, сразу такие. Они расстроились, так сказать. И она, тетка, говорит, она говорит, вот елки, говорит, столько служил, я, говорит, думал, ты хоть конем станешь, говорит. СМЕХ Вот так вот. У людей такие представления. Что, хотя бы конем. Это черепаха. Столько служил пять лет, не ел мясо там, все. Не черепахой. Когда он мне рассказывал, я так хохотал вообще. Это он сам мне рассказывал. Не брат, а вот этот вот, Курма. Черепаха. СМЕХ Не скажу. Серьезно, не скажу. Ко всем сразу. Там же разные есть люди. СМЕХ В Бхагаватам говорится, все бойцы относятся к гуне страсти. Все бойцы. Это гуна страсти. То есть, когда человек пытается, может постигнуть истину только через боевое искусство, через военное искусство, он находится в гуне страсти, несомненно. Поэтому для разных людей, для разных варн предназначены разные виды йоги. И в частности, Тханур Вега, она позволяет занять человеческое тело, ум, все чувства. В боевом искусстве это называется йога в движении. Такой тип людей можно только через военное искусство привести к истине. Но они должны знать об этом. Сейчас этого не знают. Сейчас просто бьются, дерутся. Это не йога. Так же, как йоги занимаются дыхательными упражнениями, чтобы почку вылечить или что-то. Йога – это не гимнастика. Так же они из боевого искусства сделали киллеров. Йога – это связь с Богом. Поэтому военное искусство было связью с Богом. Защита религиозных принципов. Поэтому человек должен был узнать, что такое религиозные принципы, достигнуть этого. Говорится, все предназначено для того, чтобы пробудить интерес человека к познанию абсолютной истины. Любое ремесло, вот почему я говорил. Любой вид деятельности должен привести к очищению. Поэтому человека занимали таким образом, чтобы его очистить. Действие должно очищающим быть. Любое действие. А что очищает? Нет, Кришна в Бхагавадгите говорит. Благотворительность, жертвоприношение и тапасия очищают даже великих личностей. Благотворительность, жертвоприношение и тапасия. И начинается объяснять, что такое тапасия в невежестве, что такое тапасия в страсти, и что такое тапасия в благости. Что такое благотворительность в невежестве, в страсти. И что такое жертвоприношение в невежестве, в страсти и в благости. Как занять этих людей? Поэтому религии, они говорят только об одних видах деятельности. Благотворительность, жертвоприношение и тапасия. И религия трансформирует к людям в невежестве. Невежественные тапасии и невежественные жертвоприношения. Для невеже такие тапасии, такие жертвоприношения, такая благотворительность. Для людей в страсти такие тапасии, такая благотворительность, такое жертвоприношение. Для людей в благости такое и такое. Но все это суть одна религия. Она лишь дает методы для разных категорий. И дает философские представления. Потому что если дать что-то большее, это будет отторгнуто. Поэтому говорится ровно столько, сколько может быть понято данной личностью при данных времени, обстоятельствах и так далее, местности. Но упадок принципов религии, это именно в том, что это цель конечная. Вот только это. Нет. Цель вот оттуда туда, оттуда сюда и так. Худбай. Это упадок. Значит, не преследовать цель. Падшие цели преследуются. Что там в основном? Артха, Кама, Мукша. Это упадок религии. Поэтому говорится, лучшая религия та, которая позволяет человеку развить чистую, беспримесную, ничем не мотивированную любовь и преданность верховной личности, верховной личности Бога ко всему его творению. Как духовному, так и материальному. Вот это лучшая религия, при помощи которой человек может развить это. Поэтому и говорит Кришна, Оставь все виды религии. Другие религии все оставь и предайся мне. Он говорит о бхакти-йоге. Что бхакти-йога специально предназначена для развития любви и преданности, верховной личности Бога. И другие виды йоги не предназначены. Поэтому религии это виды йоги. Виды связи с Богом. Поэтому он говорит, оставь все их. Потому что они прекратили преследовать, они не преследуют цель развить любовь ко мне. Карма Канда, наслаждаться плодами своей религии. Йога, наслаждаться мистическим совершенством. Агена, слиться с безличным браманами, ощутить себя Богом. Никто не преследует любви к Богу. Они будут имитировать эту любовь, думать, что это любовь. Они не хотят. У них свои корыстные мотивы стоят в центре. Поэтому будут орать, мы любим Бога, когда Он нам дает урожай. Мы любим Бога, мы любим Бога. Знаешь, под пианино, видел там проповедники? Мы любим Бога! Мы любим! Мы любим Бога! Мы любим! Кришна, вообще ужасный. Как они могут любить то, о чем они ничего не знают? О его играх ничего. Ничего не знают. Как они могут его полюбить? Они не знают, сколько шестнадцать лет, где провел Христос-то. Они же уже говорят там про Кришну, они узнают. Тот, кто интересуется, от дьявола. Все. Мы не интересуемся, поэтому мы не от дьявола. Какая-то вообще утопия какая-то. Странное вообще представление даже. Ничего не надо знать и полюбить. Что он был маленький, там то, сё. А потом там воскрес, там Лазаря, там девочку воскресил. То есть, всё нормально, хорошее. Всё любим. Библия говорит он. Свою любовь ко мне вы проявите через следование моим заповедям. Вот как любовь проявляется. Говорит, не надо мне этих чувств и сентиментов. Следуйте, значит вы любите. Не следуйте, а орёте, что вы любите, слезу там пускаете. В пельменных. Нет, это всё несерьёзно. Всё это несерьёзно. Крестик носим, вот псалтыр читаем, об холодильник долбимся по ночам. Ну да, обычно на холодильнике всегда всё это. Псалтырь там всё, Библия на холодильнике лежит, как правило. Где-то на кухонке там это всё. Можно даже внутри холодильника сделать. Да? Всё там. Сюда залез и сидишь. Кушаешь предложенную колбасу. Поэтому Кришна говорит, мне не предлагайте колбасу. Не предлагайте. Я не в такой гуне нахожусь. Я ниргуна. Я гунешвара. Я говорю, уберите от меня это. Что я говорю, людоед какой-то, трупы есть. Я говорю, каннибал. Я не ем это. Любовь и преданность. Цветок, плод, вода. Они говорят, нет, наш Бог алкаш, давай наливай ему там всё. Это плодь его, это кровь его. Очень странно. Пурпада объяснял, что на самом деле это просад был. Но они довели просад до этого. До вина, до мяса, так сказать, до хлеба. Это просад. Это та же идея просада там. Причаститься, это значит, мага просад попробовать. Пищу предложенную. И эта пища, она безубойная. Хлеб и сок какой-то там, виноградный сок. Сделал всё когор, там и рыба, и всё попёрло. Рыба, мясо, сосиски, там всё. Тушёнка, сгущёнка, там всё. Окорок, там всё, пятачки, холодец, там всё. Шматок сала, шмат сала. Сало, яички и всё остальное. Это вы и кушаете мои яички. Это вы кушаете моё сало. Это вы моё сало едите. Это вы нечаянно моё яичко с кушали. Орёл. Всё весело, конечно. Но это предложено. Не, серьёзно. Я не шучу, это предложено. Только это предложение бывает в гоне невежества, в гоне страсти, в гоне благости. Иногда человек предлагает что-то такое. Бхактистанта Сарасвати он это объяснял. Он говорит, люди, чтобы выразить мне почтение, они дарили мне, жертвовали то, что им было дорого. Сигареты, вино, там всё такое. И он принимал это. В виде этого искренности. Он принимал эту искренность, но он не принимал это ни вино, ничего. И сигареты он это ломал, потом выбрасывал. А некоторые ученики говорят, давайте продадим. Всё же можно занять. Ушел Бхактистан Сарасвати, он ломал. Брасывал. Но выливал. Будет на одну сигарету меньше на планете. На одну бутылку меньше. В любом случае он так думал. Бхактистан Сарасвати так мыслил. В любом случае. Поэтому он рассказывал эту историю, как девочка спасала звёзды. Ты же не спасёшь всех, она говорит. Зато эти спасены. Может быть я не спасу и всех. Зато этих я спасла. Так и он. Может быть я все сигареты не переломаю. Но эту. Может всех бутылок мы, так сказать, не вылим. Но вот эту вылим. Кто-то её не докурил, кто-то не допил. В любом случае. Не допил, не допил, не доел. Пожалуйста, вопросы ещё искали. Вот существуют тела, в которых есть душа, да? Вы сегодня объясняли, что камень тоже живое, живое, да? Да. Нет, там нет индивидуальной души. Там есть параматма, которая исполняет функции объекта, но не является душой индивидуальной. Бетон не является индивидуальным живым существом. Хотя у него есть и имя, форма, и качество. И даже деяние. Может бетоном там забетонироваться. Бетон, если всеми этими предметами может прийти к астрологии, он наносится. Бетону? Зачем? Бетон, аппарат. Нет, на самом деле, это вопрос экологии. Ахимсы – это вопрос экологии. Но не причинение вреда живым существам, это означает горам, лесам, рекам, там, всё это и остальное. Это вопрос экологии. Гринпис, короче говоря. Но они-то не знают об этом. Они-то это всё защищают, чтобы наслаждаться этим. Ну вот, в этом вся разница. Они кричат, как мы будем пить, как мы будем есть, если вы всё тут загрязните. Как мы будем выгуливать своих детей. Да-да-да, выгуливать. А как ещё? Обгуливать, что ли? Прогуливать. У всех разная ассоциация по поводу прогуливания. Кто-то на цепочке, кто-то на канате, кто на чай, кто на вилке. Дети что, они тоже как животные? Вышли на улицу, бегают, бегают, обкакали. Домой, как собака. Выбежит, что, что, побрыгать, побрыгать, покакать, пописать. Поиграть с кем-то, что-то. Всё, выгуливают. У вас поводка же снимают. И она там бегает. Домой она, ни в какую. Давай, давай, там кричат. Должны правила знать, как к горам относиться, к лесам, к рекам, растения. Нельзя писать на растения. К автомобилям? Ну и что, нормально. Мы должны всё воспринимать, что всё движимое и недвижимое. Это Шри-Иш-Панишат, надо почитать Шри-Иш-Панишат. Там описывается всё. Иши-Ава-Си-Айдам-Сар-Вам. Это стих самый важный. Твое настроение. Иши-Ава-Си, говорится. Вайшнав находится в настроении Иши-Ава-Си. Он ко всему относится, как к предметам Кришны. Поэтому он дорожит ими. Сейчас сразу. Ого! Это сознание надо иметь, чтобы понять, что значит дорожить. Это значит использовать. Раз это принадлежит Кришне, ради кого мы должны это использовать? Ради Кришны. Ради служения Кришны. Машины, дома, там всё, что есть у нас. Это не принадлежит нам, это принадлежит Кришне. И Кришна дал нам, чтобы мы проявили эту преданность. Показали, как мы можем ему служить. Ну, мы всё это себе присваиваем и начинаем служить своим идеям. Не идеям Кришны, не планам Кришны, а своим личным идеям. Ну, что мы негодяи. Всё себе присвоили, поэтому вор. Человек, который присвоил чужое, как называется? Ну, пришёл, там банк присвоил, там то присвоил, это присвоил. Вор. Но если вам это дано, вот представьте, я бы вам дал деньги и сказал бы, вот идите то-то сделать. Вы можете их кому-то отдать или потратить? Нет. А если вы это сделаете? Кто вы? Сволочь. Ну. Итак, Кришна нам даёт. Он даёт нам послуги. Он даёт нам тело для того, чтобы мы служили Ему. Даёт нам ум, чтобы этот ум, мозг, чувства, всё. Даёт нам всё, даже семью, там всё. Он говорит, пожалуйста, давайте, ну служите. Занимайте всё это. Очищает только жертвоприношение, благотворительность и топасия. Всё остальное, если это не благотворительность, ни жертвоприношение, ни топасия, не очистит вас. Даже наоборот, осквернит всё. Жертвоприношение, если вы кому-то голову перерезаете и приносите в жертву кому-то там, осквернитесь. В благотворительной смысле Христос сказал делиться, давай сюда, такая благотворительность не пойдёт. И топасия, истязать своё тело там, или выкурить много сигарет, выпить много вина, больше, чем другие, попысать выше потолка или что-то ещё, плюнуть дальше всех, это не топасия. Или прибежать и сказать, смотри, какую кучу. Реально на свете всех сильнее, всех могущественнее. И чем мы гордимся всем этим? Ну, это всё дано нам для того, чтобы мы проявили, кто хозяин, показали это Кришне, что мы помним, что это всё тебе принадлежит, и как мы, это пометование с Мараном означает, что мы это заняли в служении Кришне, а не в служении себе. Человеку много не надо, он всё равно много не съест, много не оденет и всё остальное. – А если ты совершаешься подопастью, или же это решение, тобой мыслью, что, как бы, вот для себя, что вот я очищусь, или мне делать для Бога, как-то делать разницу это? Ну, представляете, вот как человек, вот представляете, человек берёт, допустим, грязь какую-то, да, и говорит, я очищусь и грязь. Нужно знать, чем очищать, что очищает, а что оскверняет. В любом случае человек должен узнать, что очищает, а что оскверняет. Топасия в гуне невежества, как вы думаете, она очищает или оскверняет? Какова природа невежества? Разрушить. То есть многие занимались топасиями и заболели в итоге. Какой смысл такой топасии, чтобы заболеть, что ли? Люди топасию принимают, чтобы выздороветь? Люди принимают топасию, чтобы просветлеть, а не потемнеть? Топасию сделают, только дурачок не хочет. У них потоки воздуха разбалансировались, они неправильно всё делали. Они там не доедали, они досыпали, всякой ерундой занимались по собственной прихоти, что-то голодали. У них наоборот, что-то в ритте дисбаланс, а не пол давай менять, там туда-сюда, там что-то... Вообще очень странно себя вести стали, что-то там кукарекать непонятно. Скубиду-биду! Скубиду-биду! Допустим, вы пришли и мне говорите. Например, для церкви, или я жертвую, например, кому-то там, нищему какому-то, да? Я знаю, конечно, что для церкви это лучше, потому что это для Бога. Но и для человека тоже жертву, потому что он же как бы в Божьей цитане. То есть ему тоже нужно жить. И вот вроде как, вот я дарю ему свои средства жертвой, да? И думаю, что вот ему будет лучше. Но я очищу их, да? Или я просто дарю их эти средства и не думаю об этом совершенно. Вот представьте, какой-нибудь человек хочет застрелиться. Я ему дарю пистолет. И думаю, я очистлюсь. Сейчас он застрелится, и я очищусь. Я очистился? Это называется дар в невежестве. Разрушил человек свою жизнь, я помог ему разрушить. Как же, я грех на душу взял. Я способствовал его разрушению. Поэтому и говорится, из чувства сентиментальности ни в коем случае нельзя жертвовать. Вы должны понимать, в какой ситуации, где, кому, что. Поэтому есть... Почему я сказал в Бхагавадгите? Вы не читали Бхагавадгиту еще? Почитайте, рекомендую. Хорошая книжка. Да, книжка-молочка. Там написано, описывают все эти принципы. Гун. Жертвоприношение в гуне невежества, пожертвование в гуне невежества, тапаси. Все эти виды, они только проблемы приносят. В страсти они все временные, жалкие, ничтожные. И не приносят истинного результата. Ну, что такое милосердие? Ну, вот я и говорю, нужно знать, что такое милосердие. Милосердие – это также знание. Это не является просто неким сентиментом милосердия. Давайте всех преступников выпустим. Будем милосердны? А? Давайте. Это милосердие? Я знаю таких. Есть целое общество таких милосердных. Выпустим всех преступников, все. Дадим всем оружие. Другие говорят, давайте будем милосердными. Защитим всех. Дадим всем пистолеты, автоматы. Пусть все ходят. Не знаю, чтобы они защитились. А другие говорят, нет, не с этого нам начинать. Надо всех преступников быть, проявить милосердие. Выпустить всех. Они же просто заблудились, ошиблись. Всех выпустить на волю. Милосердие? Другие говорят, давайте все, кто... Раком болеет, все замочим их сами. Ну что, что бедные будут страдать? Милосердие? А вы о каком милосердии? Ну-ка скажите тогда, о каком вы милосердии? Я вам скажу. Сидит человек, ему надо средства для существования. Сидит человек, ему надо средства для... Он что, двигаться не может? Ну, если не может. А, о, вот вы сразу... Он не может, он инвалид, у него ножка болит, солнце скрылось, муравейник закрылся и все так. Тогда да. Тогда вы можете помогать ему. Чем? Вот он двигаться не может, ничего. Чем вы можете помогать? Двигаться ему? Привязать веревки? Ощутить движение? Что? Купить поесть хлеб, например. Пожалуйста, купите. Купите поесть такому человеку, если он не двигается, ничего. Купите ему поесть. Накормите его. Что-то сделать. Это нормально. Это сострадание. Определенное сострадание. Вы заботитесь... Сострадаете кому? Душе или телу? Тело и душе. А душа что, умрет, если ее не накормить? Или умрет тело? Ну почему? Душа будет думать, как Бог помог. Значит, он начнет... А, ну будет думать, Бог помог. Конечно, все мы думаем, вот Бог нас накормил. Нет. Поэтому мать всегда орет. Кто тебя кормить будет? Бог твой, да? Нет? Когда тебе ноги отрежут, кому? К Богу поползешь? К маме поползешь. Кто Бог? Мама. Но Бог послал человека как бы? Ну получилось? Да, Бог очень послал человека далеко. Это факт. Человек послал Бога и говорит, и Бог послал человека. Нет. Человек сам послал Бога. Поэтому мы беспокоимся. Мы беспокоимся. Представляете, человек лежит, умирает. Вы подходите, у него одежда грязная. И вы давайте его чистить. Он умирает от жажды. Представляете, вот я, допустим, лежу, умираю от жажды. Пить хочу. А вы раз говорите, у вас тхотик грязный. Давайте вам постирать. Я так вам сострадаю. Я говорю, а вы говорите, ну у вас еще носки воняют, елки. И вы говорите, о, я милосердно. И я раз дуба врезал. Что за такое милосердие со страдами? Тело это одежда. Это одежда. Поэтому он говорит, не скорбит ни о живых, ни о мертвых. О живых скорбить не надо, потому что живой это живо, душа, она никогда не умрет. Ее невозможно уничтожить никаким видом оружия. Не сжечь огнем, не сушить ветром, не смочить водой. Не жжет с ним нельзя. Ну что, не коптать его, господи. А о теле что беспокоится? Что это за оно? О материи беспокоится. Об этом платочке. Ой, лакшенаряне, я сострадаю вашему платочку. Поскольку платочек ваш, если я буду сострадать платочку, значит я сострадаю вам. Ну это, волосам моим сострадать. Ой, ваш волос, надо его похоронить. Тело. Поэтому, говорится, лучшее сострадание, это сострадание, которое дает знание. Вот ты оказался в таком неподвижном состоянии. Ахахаха. Знание надо дать. Ну конечно, надо кормить человека просадом, несомненно. Я говорю, это такой вопрос тонкий, нужно его понять изнутри. Очень сложно, поэтому будет выглядеть так, что я сейчас вот как сделал. У тебя лейкемия. Аааа, это минус Кришны. У тебя какие странные сразу такие. Странные гуру, странные ученики. Поэтому, когда одна девочка, она хотела показать, как благоприятно, она послала письмо... У меня гуру есть? Дикша гуру. Шикша гуру вот сидит. Есть Дикша гуру, который посвящал меня в эту шикшу. И он написал письмо одной из моих сестер в Боге. Она заболела лейкемией, рак крови у нее был. И он пишет ей письмо. Дорогая, дорогая, прими мои благословления. Там тыр-тыр-тыр-тыр. И она сказала, ты так удачлива, у тебя лейкемия. Вот это и тут все. Вы представляете, матери такое письмо дать? Почитайте. Это сострадание духовного учителя. Поэтому вы говорите о каком сострадании? Видите, есть сострадание духовного учителя. Есть сострадание ваше, вы скажете, лейкемия. Как вы можете ей помочь? Вот представим, что вы милосердная. У кого-то лейкемия. Не будем говорить у кого. Секрет. Как вы можете помочь? Накормить? Лейкемию вылечить? Покажите мне хоть одного ученого, который лечит лейкемию. Покажите. Не встречала. Не встречала. В природе пока не встречаются они. Очень редки. Видите? Как вы будете сострадать? Плакать будете вместе. А у тебя лейкемия. Нет, у тебя нет лейкемии. Вот сострадание. У тебя нет лейкемии. Это не лейкемия. Ты умираешь. Нет, ты не умираешь. Душа жива. Вот единственное сострадание. Мы все умираем. У нас у всех лейкемия, на самом деле. Мы все умираем. Все. Вы не чувствуете, как вы умираете? Медленно, но верно. Чувствуете, тело это умирает? Вы это ощущаете? Я ощущаю. Мне всего 41 год. Я ощущаю, как оно умирает. Медленно, но верно. И ничего нельзя поделать. Сейчас даже мускулы накачаю, и они все равно... Я опять... Я опять... И всю жизнь вот... Они все равно... Видите? Сострадание телу. Бегать всех заставить, прыгать. Поэтому это все телесные ценности. И когда человек сконцентрирован на теле, это не является истинным состраданием. Это сострадание в невежестве. Поэтому Христос не пошел там всех кормить, или поить, воскрешать. Он знания хотел дать. Знания о Боге. Поэтому это истинное сострадание. К самому живому существу. Чтобы понять это, нужно понять различие между самим живым существом и телом. Как представьте, вы видите аварию. Машина разбитая, там человек. И вы раз там с молотком, и давай выправлять машину. Сострадание. Фары ему дарить и новые. Капот. Бензина целую тлягу принесли. Для машины. Тело это машина. Говорится, янтро дего. В Бхагавадгите Кришна говорит, машина тела, янтро дего. И представляете, мы начинаем что-то для тела делать. И говорим, что мы сострадаем. Мы сумасшедшие. Из-за того, чтобы обратиться к душе непосредственно. Как вы думаете, душа ест? Что? Эго ест. Все, сдаюсь. Даже в трансцендентальной области. Душа ест эго. А есть попроще вопросы? Я тоже на днях съесть эго. Неплохо было бы эго съесть. Эго-го. Простите, правда, я не знаю, как душа ест эго. Сразу сдался. И для меня сразу мозги замыканят. Наслаждается в действии? Или просто мысли? Да, мысли наслаждаются. Ну, пусть наслаждается. Очень странно. Серьезно только сидит. Довольный. Медитирует. А, в мыслях? Ничего, пусть. Это не является греховной деятельностью. Но думать хорошо является благоприятной деятельностью. Благочестивым поступком. В этот век Кали, когда Господь читания приходит, говорится, греховные мысли не являются грехом. А хорошие мысли являются благотворительным действием. Итак, смотри. Плохо мыслить – это не действие, а хорошо мыслить – это действие. Это особая милость. Действие. Просто можно сидеть, хорошо думать, и уже действие совершаешь. А плохо думать – нет, без действия. Ну, думать что. Ну, как только брякнул что-то. Все. Ну, обычно все, что мы думаем, мы потом хотим проорать. Если мы мау на врата приняли, тогда хоть задумайся. Все, очень плохо сиди, думай. Ну, говорить нельзя. Вот все, кто хочет плохо думать, но не может не говорить, они не мы и стали. Серьезно, я не шучу. Болтали всякую чушь? Все. Стоп цокинг. Шарап называется. Даже если плохую мысль просто сам себе сказал, то что все плохо. Нет, это не плохо. Говорите сколько угодно. То есть, в лес ушел, тогда лезь не все. Я еще раз говорю, речь – это действие. Как это никто не слышит? Ничего себе. Да, вы что? Да, вы что? А параматпа? А воздух? А огонь? А растения? Ой, столько свидетелей. Поэтому говорят, слово не воробей. Вылетит, не поймаешь уже, все. А мысль, пожалуйста. Ум можно вернуть. Кришна даже говорит, надо возвращать ум под сень своего истинного я. Потому что ум может убежать. Говорит, ладно, фиг с ним. Раз вы берете – обратно. Но слово – все уже. Все, оно по ушам разлетелось, и вы всех не поймаете. Потому что кто-то это слышал. Миллионы сразу вибраций. Все. А это ум. Он говорит, что он там сидит? Да от него воняет, не подходите к ним. Сидит, думает там. Но вы зря так смеетесь. Это описывается в Айурведе, что наши эмоции, наши мысли, они дают разновидности запахов. Страх имеет запах. Поэтому собаки, вот те, у кого основной процент сознания, допустим, в обонянии, они нюхают страх. Мы-то у нас в основном же не здесь, и не здесь, и не здесь. Я бы показал, где. Поэтому, говорится, ось вселенной. Это что? Поэтому понятно, где. Но я не шучу. Так в шастрах, говорится. Ты-то это ощущал в жизни? Что это ось? Об которую трутся спиной медведи. Так вот, собака, она особо лает и нападает на того, от кого пахнет страхом, да, кто чувствует. И она боится того, кто ее не боится, а наоборот, на нее решительно идет. Она не боится. Точно так же люди, они чувствуют, они не могут... Люди более телепатически, ментально могут слуховым образом понять, что этот человек боится. И сразу начинает подавлять. Сразу, мгновенно. Только дал слабину. Все, у тебя уже подавили. А время упущено, а все. Это как мертвая точка вот такая. Туда или туда. И вот до этой мертвой точки. Если ты туда, все уже тебя загнули. Если ты раз туда, или здесь остаешься, ну, это бесполезно. А если ты туда еще, ну, проблемы. Понимаете, да? Поэтому речь, это действие. Познавать можно. Это познающий ген Мендри. Мы думаем, о, у меня такие, мысли такие, какие хорошие. Мало ли, что там, какие мысли. Я не несу пока еще ответственность. Возникли волны недовольствия. Надо успокоить. Это хорошо. Это знание нужно. Что обдумывать, а что не надо обдумывать. Никто ни разу не пробовал вот так, допустим, сидеть и говорить, надо постараться об этом не думать. Так ведь? И человек говорит, нет, я не могу об этом не думать. Поэтому это, опять же, свойство медитации, свойство способности сконцентрировать своем на каком-то другом объекте. Это все результат определенной практики. Это называется мантрая. Когда человек тренирует эту способность концентрации, тогда он может от одного зафиксироваться на другом, от этого зафиксироваться. Поэтому, говорится, он во всем удачлив, потому что он умеет медитировать, то есть сконцентрироваться на одной деятельности. Тогда результат получается хороший. Когда он рассеивается, плохой результат. Потому что в рассеянном состоянии память рассеянная, и все-все-все рассеянное. Как вот стрелять? Весь эта история, как воинов учили медитации через стрельбу из лука. Там, не помнишь, я рассказывал? Да, он говорит, что ты видишь? Он говорит, птица. А еще что видишь? Дерево. А еще что видишь? Вижу все, что за деревом. А меня видишь? Вижу. Все, положи лук и положи стрелу. Почему? Я же попаду. Не попадешь. Другой там берет на тебя. Что видишь? Птицу вижу. А он говорит, надо попасть в голову птицы. А птица такая, из чучела, макет сделан, на ветке поставил, в дроначаре. И он говорит, надо попасть птице в голову. И он следующего пандава спрашивает. Что видишь? Он говорит, птицу. Только сказал птицу. Он сказал, все, отдай лук. Арджуна взял лук. Он сказал, что видишь? Голову птицы. А что еще видишь? Ничего не вижу. Он сказал, стреляй. Точно. Видите, это способность сконцентрироваться на том, о чем говорят. А когда вы десять, я хотел и тем хорошо, и тем хорошо, все, вас уже здесь нет. Я всех преданных предупреждал. Вы должны быть зафиксированы, кто ваш авторитет, только на его наставление. Как только вам что-то говорят, все надо отбросить. Вот. Потому что этот человек, мой куратор, мой авторитет, мой духовный авторитет или мой лидер. Я принимаю добровольно. Все. Его слова уже все. Отбрасываю. Как дроначария учила Арджуну. Вот. Голова птицы. Ничего больше не существовало для Арджуны. Ничего абсолютно. Голова птицы. Он говорит, что ты еще видишь? Ничего. Стреляй. Все остальные видели что-то другое. Поэтому они бы промазали. У него был опыт. Почему? Потому что так его учил Парушурама. Сам Бог его учил так. Военному искусству. Что ничего не должно. Никакие эмоции. Ничего. Все. Вот. Мне сказали. Вот только это. Все остальное для меня не существует уже. Так человек становится успешным в исполнении наставления духовного учителя. А когда там и то, и то, и то. Все понятно. Давай лучше вот. Пойдем постряпать. Или пойдем там что-нибудь сделаем такое. Почему? Он и говорит. С решимостью безраздельно отдают себя. То есть они фиксируются только на Кришне. Все. Какие-то полубоги, семья, дети. Все. Все ушло. Вот. Поэтому, он никому ничего не должен. Потому что он сумел зафиксироваться только вот на мне. И он говорит. Такой дорог мне очень. только на мне, на моих желаниях, на моих наставлениях. Все. И я цель, средства и метод. Все. Только я. Больше никого. Поэтому глава называется преданное служение. Вот что такое преданное. Так можно отличить продвинутого от непродвинутого. Потом вы увидите. Он способен зафиксироваться, но ненадолго. Этот способен 10 лет в таком состоянии быть. А этот день, два, неделю. Этот раз в 10 лет теряет медитацию, а тот 10 раз в день. Кто из них продвинутый? Все понятно. Каждый теряет. Но этот раз в 10 лет потерял медитацию, а этот в неделю 500 раз потерял медитацию. Везде теряет. Поэтому это разные люди. Поэтому он говорит Манману Бхава Макбатой. Если ты еще не можешь зафиксировать свой ум на мне, посвятить свою жизнь регулирующей. Зафиксировать ум это означает медитировать. Все. Фиксировать. Все. Только это. И больше ничего. Если ты еще не способен регулирующие принципы бхакти-йоги. Если ты не способен работать для Кришны. Если ты не способен посвятить свою жизнь благотворительности. Если ты не способен посвятить свою жизнь Чему там? Знанию, да? А, посвяти свою Да, посвяти свою Жизнь знанию, лучшее знание медитации А лучшая медитация, отказ от плодов Своей деятельности Так ты достигнешь спокойствия ума Таким образом, чтобы на чем-то сконцентрироваться Ум должен научиться не беспокоиться О живых, о мертвых О всем этом Спокойствия ума Когда ум беспокоен, человек не может Беспокоен теми, теми Поэтому человек отрекается Все, меня интересуют только вот эти наставления Это цель моей жизни Это все, и человек прет Поэтому он всегда успешен Как узнать, что человек успешен Почему такой великий, все его знают Или он такой удачный, к нему так относится Потому что он лучше других способен сконцентрироваться на этом Все остальное для него второстепенно Ничего не видит уже Поэтому он удачлив А почему это способность? Мантра Мантра Человеку сумел понять, как нужно фиксироваться на чем-то На цели Как зафиксировать своему на одной деятельности Иначе будешь Это называется внимание Когда Бхактивинон Дхакур говорит Причиной всех десяти оскорблений является одно оскорбление Одиннадцатое Невнимательное То есть человек не зафиксировался Только на этом И все остальное отсутствует Когда человека научили фиксироваться Он может только об одном Он даже может что-то другое делать Говорить, но его ум всегда фиксируется только на одном И все удивляются Как же так? Вроде он такой же, как мы Говорит тоже Почему? В чем? Потому что его ум не прекращает медитировать на этом Он все время думает Он что-то смотрит, говорит, делает И у него все Как исполнить это желание? Он все в связи с этим видит Поскольку ум так настроен Он из фильма может узнать Как это сделать? Он может услышать это в любом месте Как это сделать? Совет И он начинает Там нет Здесь да И вот ум Поскольку ум зафиксирован на этом Человек слышит, видит Обоняет, осязает Все по-другому у него происходит Поэтому куда ни засуньте Он оттуда научится Как сделать вот это А когда он Не как миссию сделает Как отдохнуть, наслаждаться Тогда хоть его тут в храме посади Какой чётчик Вас не спасти случайно? Сегодня вечером Так хочется И так захотел вас спасти От круговорота рождения смерти Вот что происходит Ум так Жаль, что вы не ходите по утрам Я целый цикл лекций даю Как ум И почему чувства Так ищут это И именно это слушают Именно это запоминают Что ум так зафиксирован Поэтому мантра Когда ум свободен от эгоистических И ум занят только тем Как ощутить Милость Кришны Как ощутить милость Кришны Как желать достигнуть Кришны И всё остальное То есть эти функции ума Заняты все По отношению к Кришне Тогда ваши уши Глаза Этот нос Все органы Тогда они собирают Всю информацию Связанную с тем Что возбуждено В вашем уме Когда ваш ум Настроен по-другому Как стать богатым Как жениться Как что там Вот будет это только слушать Вы будете Поэтому вам говорят Вот это Как глухой Человек как глухой Сидит Вы меня не поняли Говорит Глохнет Потому что ум возбужден Поэтому слух Только это слышит Глаза видят только это И всё остальное Всё Такова проблема Вот почему Говорится мантра Освободить ум От всего постороннего Что толку Что они повторяют 16 кругов Поэтому я иногда Смеюсь там Что они чистые Преданные своих женщин Там и всего остального Но они не становятся Преданными Кришне Мантра предназначена Для этого Но в начале пути Когда человек Полностью не понимает Этого Почему ум так Действует Почему ум Не берёт под контроль Почему чувства мои Ищет Глазами я ищу женщин Почему Потому что ум Так возбуждён В уме есть желание Поэтому глаза Ищут то Что желает кто Ум Глаза Глаза не ищет То что хочет разум Глаза Ищет Что хочет ум Поэтому Неразумные люди Поэтому Как человек Может обратиться К духовному учителю Первое Что он спросит Вот тут хочу Жениться Для духовного Продвижения Это что не квалификация Это не истина Ум Поэтому С человеком Разговариваешь И видишь На чём ум Он зафиксировал На чём Он пытается Зафиксировать Всё это Это очень важно Поэтому Вот когда говорит Один круг Там четыре Человек повторяет Это означает Человек учится Концентрироваться Это как шофёр Увидели Вот шофера Есть Они едут И могут слушать музыку Разговаривать С кем-то И никогда В аварию Не попадёт А другой Стоит его отвлечь Всё Почему Почему Один может слушать музыку Разговаривать Туда-сюда Даже ещё И всё нормально Всегда А другой стоит Такой ему отвлечься Почему Ну а почему же Вон-то Кажется же Что тот-то Не сконцентрирован Он же тоже слушает Там хохочет Анекдот Рассказывает Едет Главное Он не забыл Куда едет Он не поехал В другую сторону Там куда Вот точно так же Человек Его медитация Она всё Бум Зафиксирован ум Всё остальное Это так Мишура То есть Это помогает ему Даже Когда он слушает музыку Туда ехать И ехать как Правильно И так Для одного Это будет вредным Ни в коем случае Никаких песен Ничего не слушать Ничего Потому что Как только Бум Всё Ты уже едешь В другую сторону Или на других На кого-то там наехал А для другого человека Почему Поставься Давай Разговаривай Анекдоты заливай Он едет Точно так же И в уме Когда человека Ум уже зафиксирован На этом Не страшно С чем соприкасается Он едет Он знает куда Чётко Знаки автоматические Всё он видит Одновременно Всё видит Поэтому люди Иногда Те кто Не знает Ну плохо ездит Они говорят Надо же Как вы хорошо Водите машину Кому-то мы говорим Я допустим Кому-то говорю Как ты хорошо Водишь машину Всегда чувствуешь Где-то Притормозить При этом Разговариваешь Мужику слушаешь Что-то там ещё Делаешь Книгу читаешь Это на самом деле так Поэтому говорится Человек Который научился Концентрироваться В чём-то Он будет успешен Во всех начинаниях Поэтому Кришна Мой предный Он успешен Во всем Это ещё один Из признаков Он может Зафиксироваться На Кришне Тогда йога Майя Йога это что Связь Связь возникает Из медитации Медитация Называется Концентрация На одном Только И так Это человек Сконцентрировался Возникает йога Связь Из медитации Йога А из йоги Придёт Что Йога Майя Из йоги Йога Майя Приходит Когда мы Медитируем На Кришну Приходит Йога Майя Поэтому Он говорит Мой предный Во всем Успешен Потому что Йога Майя Делает Невозможное Возможным Если На работе На чём-то ещё На свадьбе Какой удачный Неудачник И Кришна Говорит Неудачливые Йоги Они рождаются Во всяких Семьях Там Непонятных Очень Продвинутых Семьях Неудачливые Меня Постигла Неудача Я Зафиксировался На том Откуда Маха Майя Влияние Оказывает И тогда Возможное Становится Чем Невозможным Когда Иллюзия Действует Тогда Возможное Невозможное Не могу Бросить Курить Не могу Вставать Рано Не могу А как Я с детьми Не могу Я продвинуться Они не дают Мне двигаться Вообще Я не могу С этим мужем Не могу С этой женой Не могу Без жены Не могу Без мужа Не могу Без детей Не могу Не могу Короче Не могу Одно Большое Огромное Не могу Маха Не могу Маха Маха Не могу А у преданного Маха Маха Магу В этом разница И понять это разумом Только можно И все в книжках написано Они тут по 6 лет По 5 лет Станы просиживают И все время Говорят Не могу Не могу А я вам говорю Могу Я видел Как это действует В собственной жизни Все можно сделать Абсолютно все Не могу Убить детей Не могу Убить жены Да вы что Шутите Если у вас есть знание Это дает отречение А поскольку Куча невежества Какое же отречение Может быть Какое отречение Это чушь собачья Одна привязанность И человек в соответствии С этой привязанностью Привязанность Это гуна невежества Желания Какие-то материальные Это гуна страсти А желание освобождения Это гуна благости Поэтому Желать чего-то Это не невежество Это страсть Хочется Перехочется Переколется Перетопчется Можно сказать Ничего А привязанность Это вы значит Не можете От этого отказаться Поэтому человек Привязался к этой идее Почему А привязываемся мы К тому Что является источником Наших чувственных Наслаждений Поэтому как А наслаждаться Источником Это значит Его что делать Эксплотировать Поэтому человек Хочет просто Эксплотировать Наслаждаться Поэтому он ему Так дорог Не могу отказаться И привязан Потому что Это источник Моих чувственных Наслаждений Когда человек Побеждает Тогда у него Отречение Из-за этого Источника Я как раз Страдаю Так зачем Мне к нему Стремляться Ну тогда Я удовлетвори Свои чувства И буду отреченным Нет Нет Тогда ты совершишь Грех Вот чем суть Потому что Говорится Когда человек Удовлетворяет Свои чувства Развивается Жадность И привязанность Это и есть Гуна невежества Таким образом Гуна страсти Затаскивает Человека В гуна невежества Гуна страсти Его опускает А гуна невежества Приковывает К этому Опущенному состоянию И для этого У человека Должен быть Разум И потому Как человек Способен Отказаться От того К чему он Привязывается Это говорит О его разуме Если он еще Не может Слабый разум Если может Сильный разум Почему Потому что Понимание его двигает Значит он сильный разум Ему надо дать понимание Поэтому Господь читает Разумный из разумных Разум то у всех есть Но нужно Очень хороший разум Иметь Чтобы предаться Чтобы совершать Предные служения Это всегда будет Для многих загадкой Как предаться Это зафиксировать Свой ум На наставлениях Про упады А не зафиксировать Свой ум На своих желаниях Зафиксировать Суметь Зафиксировать Свою ум На желаниях Кришны В каждом городе И в каждой деревне Это желание Махапрабу было Поэтому Бхакти Винодак говорит Когда я пойду По миру Кроткий сердцем Смиренно моля каждого Исполнить Священную волю Шичитане Махапрабу Воспевать Святое имя Не жениться Воля И не замуж выходить И детей рожать И содержать Это все Священная воля Махапрабу Воспевать Святое имя Как? Чисто Чисто И тогда Когда человек Начнет Чисто воспевать Он ощутит Самое великое счастье Несравнимое Со счастьем мирским Из этих всей Дружбы Любви И всего остального Поэтому Парупада говорил Чэнт Харе Кришна Анбегапи Счастье придет Из повторения Святого имени И ни из чего Из другого Оно не придет Вот в чем Поэтому Господь Читанин сказал Нет иного пути Стать счастливым Нет иного пути Ни в карме Ни в гьяне Ни в йоге Ни в детях Ни в богатстве Ни в молодости Ни в родных И близких Никто не найдет Счастья Каждый будет Разочарован Но это понять Могут Только разумные Из разумных Харе Кришна Сил Крупада Китай